Салам астраму хруме, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир, и он будет сегодня посвящен нашим полицейским. Но прежде чем поговорить о полицейских, я хотел бы обсудить с вами интересную новость, которая сегодня вышла в социальных сетях по поводу Банка Астаны. Я знаю, что там огромные очереди, большое количество вкладчиков не могут забрать свои деньги. Это сотни миллиардов тенгель. Или если перевести на доллары США, это сотни миллионов долларов. Последние как минимум несколько месяцев вокруг этого банка много разговоров, скандалов. Я отдельно потом расскажу, кто являлся там формально собственником. Но обычно применяются разные приемы. Рассказывается о трудностях банка. Потом правительство вкладывает деньги. И обычно приближенный на султан Назарбаева, потом этот банк присваивает. При этом его хорошо упаковав деньгами. Сотни миллионов долларов. И плохие кредиты обычно отдаются национальный банк. Национальный банк формирует убытки. И вот такой вот жирный кусок отъезжает в руки окружения на султан Назарбаева. Вот, собственно, недавно было так с Каскомом. Каском он и так владел, но султан Назарбаев, оформив собственность через кинез Ракишева. Это зять Иммаголита Смагобетова, бывший премьер-министра, бывший руководитель в администрации президента, бывший помощник Назарбаева, бывший аким Астаны, бывший висец-премьера, бывший министр обороны, сейчас посол, то есть его такой член мафии. И понятно, члены семьи Иммаголита Смагобетова тоже стали участником по отмыванию гигантских средств на султана Назарбаева. Ну а на что ему ориентироваться? Он для себя, свое окружение формирует так, чтобы преданные люди владели тем или иным активом. Ну, я просто точно знаю, что собственниками тех или иных больших активов становились его близкие охранники или какие-то другие работники, которые рядом с ним ходят. Сумсултаном Назарбаевым и которые каким-то образом сформировали доверительные отношения. И вот, собственно, Каско был оформлен на Кенеса Ракшева, молодого человека, который как черт из табакерки неожиданно появился, работая все время помощником Тимура Кулебаева, работая во всех компаниях, структурах Тимура Кулебаева, а потом раз и стал владельцем БТА банка, самого крупного банка страны. Потом, значит, Каскома. И через какое-то время признали, что Каском находится в ужасающем положении. В этот банк правительство инвестировало 8 миллиардов долларов, а потом Тимур Кулебаев за 2 тенге этот банк присвоил себе. Вот, собственно, такой прием, кримитивный, но Султан Назарбаев использует для того, чтобы влить государственные деньги в тот или иной банк, который он и так контролирует, в котором он и так собственник. И затем такие жирные куски из бюджета страны уходят, и он присылает себе банк. И вот сегодня очередной такой, скажем, казус интересный, который показывает, что Шал совсем шел с ума. Ну, совсем. Ну, вот посмотрите. Телеведущая Хабара заявляет, что она становится инвестором банка Астана. Вы можете себе представить? Телеведущая, которая фактически транслирует речи, которые заранее написаны, она становится инвестором банка Астана, который имеет сотни миллионов долларов за должности перед физическими лицами, который многие месяцы не может отдать депозиты населению. И вот, каким образом теперь ситуация выправляется? Выясняется, что телеведущая Хабара поехала в Ак-Тюбе к родителям, копала у себя в огороде вместе с родителем, нашла сундук, и там письма бабушке и дедушке, в котором сообщается, что вот, дорогая моя наша внученька, мы тебе оставляем богатство, сундук. И она удивляется. Ну, надо же, вот мои родители не знали, что сундук закопали бабушка и дедушка, вот умерли, случайно копали, и там нашли редкие монеты, которые продали на международных рынках аукционных сотбись, и половину денег выручили. Этими деньгами телеведущая Хабара инвестирует в банк Астаны. Вы можете себе такую сказку? Даже известная сказка про Золушку, она меркнет по сравнению с тем, что происходит у нас в Казахстане. То есть, шал настолько сошел с ума, что пытается народ скормить такими сказками. Я думаю, Андерсон там уже в гробу, наверное, раз в миллион перевернулся, и его сказки рядом стоят со сказками Назарбаева. Если раньше самыми богатыми людьми, самыми гениальными в нашей стране были родственники Назарбаева, вот его зять раз за один год стал богаче на более чем 2 миллиард долларов вместе с дочерью Динарой Кулебаевой. Ну, кто бы удивлялся, они же гениальны, раз за один год. А как они разбогатели? Ну, просто правительство инвестировало в банк Казком 8 миллиардов, и потом он купил за 2 деньги. Вопрос. Ну, почему он всего лишь на 2 миллиарда долларов разбогател за один год, а не на 8? Вот, который подарило правительство этому банку. Вот меня удивляет. Такой талантливый, такой гениальный, а всего лишь на 2 миллиарда. Куда делишь 6 миллиардов? Ну, правительство же 8 миллиардов инвестировало в Казком. Ну, тем не менее, если до этого у него были члены семьи все богатые, талантливые, а тут, получается, те места, которые посещали, дотрагивались, присутствовали, посмотрели члены семьи Назарбаева, вот те места стали какие-то сказочными. Ну, телеведущая, работающая на Хабар, стала вот теперь владельцем банка Астаны. Теперь она спаситель всех тех, кто там держит свои деньги в этом банке и не может забрать. Что такое Хабар? Как известно, Хабар, это была государственная компания, которая была перестроена так, что 49% акций чудесным образом оказались во владении дороги Назарбаева. При этом, эта семья ничего не вкладывала в Хабар. Более того, там тратились миллиарды тенге на ее вещание ежегодно. А понятно, что дочь Назарбаева ничего не вкладывала. Более того, зарплату получала на деньги, которые ежегодно выделял бюджет страны. А затем она каким-то образом, чудесным образом, стала владельцем 49% Хабара. И потом, якобы, она покинула эту компанию и 49% этой компании Хабар. Продана была государственной компанией за 100 миллионов долларов. Но все это ерунда. На самом деле, я хочу рассказать, пользуясь информационной ситуацией, как дорога Назарбаева выкачивала из Хабара и продолжает выкачивать сотни миллионов долларов. То есть, это было выстроено так. Весь рынок, телевизионный рынок контролирует семья Назарбаева. Компания КТК, там какие-то другие каналы, якобы частные, это все контролирует Назарбаев. КТК оформлен во владении фонд Назарбаева. Другие какие-то каналы, там присутствуют подставные лица, вроде Александра Клибанова или еще кого-то. Но в реальности весь телевизионный рынок контролирует семья Назарбаева. Теперь смотрите. Компании платят за рекламу, например, известные компании, как Евразия. Это совместно российский проект, и он по смотрибельности является самым привлекательным, считается. Бизнес платит за рекламу, чтобы их реклама вышла в эти компании. И вопрос, кому платят? Еще в 90-х годах дорога выстроила следующую схему. Приходит, например, какой-то бизнесмен и хочет заплатить за рекламу. Он платит иностранной компании, офшорной. Основную часть и маленькую часть платит внутри страны. То есть платежи как бы делятся. И каждый год, таким образом, все эти компании, типа Евразии, которые якобы с Россией 50 на 50, Хабар, все эти структуры, над ними висела надстройка, которая собирала деньги от рекламы. И эти деньги не шли в Хабар. Они присваивались дорогой Назарбаевой. И каждый год сумма превышала 100 миллионов долларов США. Ну а с учетом того, что эта схема работает уже больше 20 лет, якобы Хабар государственной компании, чтобы вы понимали, все рекламные потоки продолжают идти в карманы этой политической верхушки в лице дороги Назарбаева. Как вы понимаете, ежегодно, если сумма превышает более 100 миллионов долларов, то есть за 20 лет, только за рекламу было украдено свыше 2 миллиардов долларов США. И продолжает красаться дальше. Но при этом, сама жизнедеятельность компании Хабар и других финансируется прямо из бюджета страны. То есть мы, как граждане страны, оплачиваем налоги, на них содержится Хабар, а все дополнительные доходы, связанные с рекламной деятельностью, плата за рекламу, идут не Хабару, а на подставные структуры, и эти деньги уходят вверх на разные офшорные компании. Вот, собственно, природа зарабатывания денег на Хабаре. Теперь Назултан Назарбаев хочет как-то легализовать те или иные деньги и оправляет приход денег через подставных людей. Ну вот, теперь, смотрите, святое место Хабар, телеведущий Хабар становится банкиром, инвестором, бизнесменом. Я так понимаю, что скоро все те места, к которым прикоснулась семья Назарбаева, станут не просто святыми, они будут просто делать счастливыми многих людей. Вот как эту девушку, которая работает телеведущей на Хабаре. Может быть, Назултан Назарбаев сделал простые реформы, не ориентироваться на правительство, не ориентироваться на какие-то международные займы, на своих любимых китайцев, а просто ходить по стране и каждому притрагиваться к местам. Например, на земле дотронулся, там нашли сундук, еще притронулся, нефть, где ты еще, вот тебе газ. Кто-то болеет, пальцем дотронулся, человек выздоровел. В общем, нам не нужно министерство здравоохранения, не нужно министерство любое. Вот, все время говорят о том, что гениальные люди, члены семьи Назултана Назарбаева. Я думаю, что, судя по всему, нашей стране так повезло, что у нас есть шал, который вот обладает такими чудесными качествами. Но я еще раз хочу сказать, шал действительно сошел с ума. Он такими сказками хочет заморочить голову целому народу, 18 миллионов человек. Просто нетрудно поверить, что глава государства делает такие вещи и делает сумасшедшей всю страну. Теперь я хочу вернуться к основной теме полиции. Мы недавно озвучили программу реформ полиции. Мы все знаем, что такое полиция. Вообще, эта работа не вызывает никакого уважения у наших граждан. Существует озлобленность на тех, кто работает в полиции. Многих называют мусорами. Более того, когда мы в чате это обсуждали по реформам полиции, многие из наших участников чата оскорбляли работников полиции. У меня очень простая позиция. Мы должны понимать, что является причиной, а что следствием. Ну, например, когда я сейчас вот говорю, не знаю, работает в нашей стране интернет или нет, выключенный Facebook, YouTube, Instagram или нет. Но я знаю, что власть это делает намеренно, потому что очень много слепых людей, которые говорят, «Ну что ты, Аблязов, выходишь в прямой эфир? Выходи там ночью или ты выставляешь свою запись и из-за тебя, говорят, выключают интернет». К сожалению, это слепые люди, и таких много, они не могут уловить причинно-следственную связь, что Аблязов не может выключать интернет. Интернет выключает Назарбаев, первые. Когда им так говоришь, ну все равно же, говорят, из-за тебя выключают. Я такой же гражданин страны и человек, который может пользоваться интернетом тогда, когда хочет. Так же, как и вы. Я же вам не говорю, давай ты там не пользуйся интернетом, давай исчезни. Или пользуйся интернетом в такое-то время. Это ваше право. И так же это мое право. Никто не может меня ограничивать во времени, когда выходить, что говорить и так далее. Это право любого человека на планете. И эти люди, они просто потеряли причинно-следственную связь, запутались и не могут определить простую вещь, что выключает интернет, но султан Назарбаев, и выключает не из-за меня, а выключает из-за тех, которые молчат, готовы терпеть. Из-за того, что народ Казахстана терпит, но султана Назарбаева, он позволяет себе нарушать закон, выключать интернет, лгать, обманывать, запутывать людей. И тогда появляются действительно какие-то возмущенные люди, которые говорят, не выходи, из-за тебя выключают интернет. Еще раз, интернет выключает не за меня. Интернет выключает из-за вашего молчания, из-за вашего терпения. Интернет выключает, потому что у нас сидит почти 30 лет один и тот же человек, который непрерывно нарушает закон, а народ не поставил его на место, не выкинул с этой его должности. Вот в этом причина. И когда мы ругаем полицию, мы тоже так же путаем причинно-следственную связь. Почему полиция такая? Мы должны понять, что полиция такая плохая, в первую очередь связанная с тем, что у нас власть плохая. Вся власть в стране принадлежит Нурсултану Назарбаеву и его близкому окружению. Ну, условно, близкое окружение, на самом деле, вся власть принадлежит ему. Он назначает министра, он назначает премьер-министра, он фактически назначает всех депутатов, он назначает Акимов, он назначает судей, он назначает всех. Ну, разве что птиц, он еще не назначает нательные должности. У него вся власть в нашей стране, вся в его руках. И вот тогда, когда человек, казалось, есть вся власть, вот вся абсолютно, он изобретает новую номинальную должность, которая становится неноминальной, как Совет Национальной Безопасности. и Конституционный Совет, это какой-то такой отдел администрации президента, который носит громко название Конституционный Совет. и этот Конституционный Совет, начинает трактовать, что такое Конституция, имел ли право, ну, Султан Назарбаев, создавать Совет Национальной Безопасности с такими полномочиями, и главное, имел ли он право этому Совету Национальной Безопасности давать функции, стоять над государством, над всеми должностями. Ну, конечно, эта контора, называемая Конституционным Советом, сказала, да, это все соответствует Конституции. А что такое Конституция в нашей стране? Это бумажка, черновичок, которую Нусултан регулярно переделывает и переписывает. Это его там записная книжка. Конституция у нас меняется по его желанию в течение одного дня. Поэтому, конечно, о чем говорит? Что ожидалось, что он скажет, что Конституционный Совет было заведомо ясно. Таким образом, когда я говорю, что власть принижит одному человеку, ну вот, пожалуйста, Конституция в его руках, правительство в его руках, судебная система, исполнительная система, все в его руках, и он берет, создает новую структуру Совета Национальной Безопасности и назначает себя пожизненным руководителем. То есть, если мы говорим о власти, мы не туда направляем свой гнев, не в сторону полицейских. Это его руки и ноги, да, это правда. Но кто ими управляет? Кто им дает команду? Кто меняет людей? Кто их делает подлыми? Кто многих этих полицейских делает несчастными? Это делает, ну, Султан Назарбаев, у которого вся власть в руках. Обратите внимание, старикашка, шал, ему под 80 лет. Он фактически немощный. И он держит страхи 18 миллионов человек. Вы вдумайтесь, 18 миллионов человек боятся какого-то шала. И почему боятся? Потому что полицейские поддерживают этот режим. И сегодня я хотел бы поговорить с полицейскими. Мы все знаем, кто вы. Вам платят небольшие деньги. Вы приходите в эту структуру, зная, что это мафиозная структура, шала. Каждый участковый ежемесячно отмечается. Он собирает деньги. Он берет всякие взятки с людей. Как он берет взятки? За то, что у кого-то нет регистрации. Кто-то что-то не так сделал. Ну, если не сделал, то в любом случае участкового найдет способ прицепиться. И у участкового есть свой план, когда он должен сдавать деньги вверх. Он уже преступник. Он уже не человек, который защищает закон. Это человек, который нарушает закон. Он все делает для того, чтобы удержаться на этой должности, купив эту должность. Он платит вверх и все по цепочке доходят до министра Косымова. А как он живет, вы можете просто зайти в инстаграм его дочерей и посмотреть. Человек, который получает зарплату буквально там пару тысяч долларов, живет шикарной жизнью. И редко богатый бизнесмен и позволяет такой уровень жизни, как министр внутренних дел. А почему? Потому что он тоже член преступной группировки, но султана Назарбаева. Все эти средства по всей стране, они собираются у министра внутренних дел. И он каждый месяц или каждый какой-то определенный период отмечается, отдает но султану Назарбаеву. То есть это кровеносные сосуды, так называемые похожие, по которым бегут деньги, взятки. И он таким образом привязан, обвязан султану Назарбаеву. И в любой момент действительно вы можете его посадить в тюрьму. В момент передачи денег. Ну и представьте себе, теперь где эти деньги берет Косымов. Это участковые, это тюрьмы из зоны, где ваши дети, братья и отцы находятся в этих тюрьмах. И чтобы их спасти, чтобы их не пытали, вы им относите этим полицейским, которые сидят по системе исправительной системы, взятки. И они, какая-то часть оседает у них, но значительная часть уходит вверх. И таких потоков много. Дорожные полицейские, следователи, которые пытают людей, которые придумывают, разные фабрикуют уголовные дела, вымогают деньги. Вымогают сотнями миллионов долларов по всей стране. Эти деньги все в итоге собираются, часть распределяется, но основная часть уходит на Султан Назарбай. И поэтому он назначает на эти должности тех людей, которые члены его мафии, которые не будут бороться против него, потому что они уже замазаны. Но Касым уже не один замазан. Он собирает вокруг таких же мафиози, заместителей, директоров департамента, руководителей ДВД по всем областным центрам. И вот получается, что вся эта машина, которая должна работать на народ, она вся коррумпированная, вся преступная, вся мафиозная. И понятно, что это не защитники народа, это наоборот, это вымогатели, это бандиты. Но кто построил эту систему? Это построил Нуржултан Назарбаев. Теперь вернемся к простым полицейским. Основная своя масса, они живут на заработную вкладку, даже если взятки получают, они их в основном отдают своему руководству. Но что вообще чувствует полицейский, когда он участвует в этой преступной схеме? Вообще человек так построен, что у него есть совесть. Он мучается, когда он нарушает какие-то обычные правила жизни человека. Они пытают людей, они забирают имущество, они подставляют, они устраивают разные провокации. Это просто так, даром человеку не проходит. Единицы живут с этим спокойно, они подлые, негодяи, они получают деньги, забирают людей. Это единицы, которые могут при этом себя чувствовать нормально. Но в целом основная часть человечества так устроена, что они страдают. Они страдают, они мучаются, они пьют, они свою злость срывают на членах семьи, они становятся преступниками, и с ними как с преступниками так же обращается их начальство, материт их, пинает, принуждает, то есть они не относятся к ним как товарищам, как члену сообщества, которые исполняют свой долг, гражданский долг, профессиональный долг. Это мафия, это преступники. Я уверен, что основная масса тех, кто работает в этой системе, в полиции, они просто мучаются и страдают. Многие не могут покинуть эту работу, потому что они уже стали членами мафии. Если они будут уходить, хлопая дверью, то их не просто посадить, их служит. И поэтому они как бы в этом потоке ежедневном находятся и не знают, как из него выйти. Я уверен, что многие из вас страдают от того, что ваши близкие, ваши знакомые относятся к вам с недоверием, презирают вас. Вас презирает незаслуженно. Работа полицейского, она должна быть высоко оцениваться обществом, потому что именно полицейский защищает правопорядок, безопасность граждан, безопасность страны. И мы должны это ощущение, этот статус вернуть вам, полицейским. Этот режим преступный, этот статус достойный средства для того, чтобы вы могли жить, этот режим вам никогда не предоставят. изменить, потому что вы получаете в районе около 100 тысяч тенге и немного больше, у вас нет жилья, у вас может быть есть ипотека, но у тех, кто каким-то образом еще деньги добыл, в целом вы скитаетесь по съемным квартирам, родственникам, знакомых, снимаете комнаты, вы такие же несчастные, как все наши граждане, в основном все граждане, и мы должны это изменить. Сейчас вы защищаете этот режим. 6 июля мы выходим на акции, на митинг. И, конечно, я уверен, что многие из вас будут также защищать этот режим. Но пока, в ближайшее время еще, но я уверен, что вы осознаете и должны осознать, что так не может продолжаться долго. Крафт этого режима неизбежны, и вы это осознаете. Шал давно сошел с ума. Он старый маразматик и набрал в окружение тех людей, которые, может быть, даже и умные, но ему не могут ни противоречить, ни сказать какое-то другое мнение, они просто исполняют. И эти молодые люди, которым по 35-40 лет, может, кому-то и больше, которые в целом, наверное, многие из них способны, и они могли бы сделать свой вклад в развитие нашей страны, развитие нашего общества. Они молчат, и молча участвуют в преступлениях шала, потому что они знают, что если они что-то скажут, их просто уберут с этой должности. И у них нет воли, ни каких-то других качеств, чтобы сказать нет. Но вы полицейские, рядовые, те, кого этот режим используют, вы должны и можете сказать нет. Я обращаюсь к вам, чтобы вы ознакомились с реформами, которые предлагает демократический выбор Казахстану. Я уже озвучивал. Стартовая заработная плата рядового будет на уровне от тысячи долларов, то есть где-то порядка 340 тысяч тенге. Лейтенант от двух тысяч долларов, то есть порядка 680 тысяч тенге. Мы решаем вопрос жильем. Это является очень болезненной проблемой для всех граждан страны, в том числе и для работников правоохранительной системы. Если вы начали работать полицейским, то в течение года вы можете получить компенсацию от правительства на аренду жилья. Из расчета 20 квадратных метров на члена семьи вам правительство оплатит ваше жилье по рыночной стоимости. Где бы вы не жили, в таких городах как Астана, Алматы, где наиболее высокие цены на рынке недвижимости, тоже будет оплачиваться по рыночной цене. Через год работы в этой системе вы можете вступить в программу ипотечную, которая разработана специально для работников правоохранительной системы. Без предварительного взноса вы можете сразу приобрести квартиру в любой точке страны, в любой. При этом квартиры новые под ключ не будут стоить выше 500 долларов квадратный метр. Это только в таких дорогих городах как Алматы, Астана. А в других регионах цена будет ниже. То есть вы можете приобрести жилье по ипотечной программе сроком на 20 лет по ставке 5 годовых в деньге и без предварительного взноса. Я озвучивал, что полицейские могут получить бесплатно высшее или среднеспециальное образование. Я озвучивал, что при правительстве демократического выбора Казахстана образование высшее и среднеспециальное будет доступно для всех. Для всех, потому что в бюджете страны будет заложена сумма, которая позволит каждому желающему закончить и получить высшее и среднеспециальное образование за счет государства. Собственно, как в ведущих странах Европы. Так будет и в Казахстане. Так было раньше. Это только последние где-то 10-15 лет, может быть. Но султан Назарбаев шаг за шагом сломал ту систему, которая была ранее. Многие из вас молодые еще этого не помнят, но я вам скажу тем, кому за 40, они помнят, что они получили бесплатное образование и мы вернем те правила, которые были ранее. Частный сектор будет существовать, но это будет тот сектор, который принимает добровольные платежи от людей, которые хотят получить именно в платных учебных учреждениях свое образование. Для полицейских предусмотрена система страхования, которая решит многие проблемы, связанные с нанесением ущерба вашему здоровью. Если вы потеряли трудоспособность, работая на этой должности, то вы можете выйти на пенсию, вам сохранится 50% от вашей заработной платы, а также правительство будет выплачивать 160 тысяч теней ежемесячно вам дополнительную гарантированную пенсию от правительства. Это порядка 400 евро в месяц. Также я говорил, что дети полицейских будут учиться в дошкольных учреждениях бесплатно за счет государства. То есть существует огромный пакет различных льгот. Вам нужно просто ознакомиться с реформами правоохранительной системы и увидеть, что в этом случае ваша зарплата будет высокая, вам будут гарантированы различные социальные гарантии и вам никакого смысла не будет продолжать участвовать в этой мафиозной системе. Вы можете быть честными полицейскими и народ вас не будет называть в этом случае мусорами. Вы будете нормальными гражданами нашей страны, труд которых страна ценит. Поэтому я хочу обратиться к работникам полиции. Изучите, пожалуйста, программу демократической выборы Казахстана и вы поймете, что служить этому шалу, служить репрессивному режиму. Это позор. Это позор для всех тех, кто разделяет и поддерживает эту власть. И когда я говорю, что 18 миллионов человек боятся одного шала, вы, полиция, являетесь инструментом его руках. Если вы переходите на сторону народу, как сделали полицейские Армении, то этот шал не продержится у власти даже одного часа. Он уже совсем сошел с ума. И он всю страну хочет сделать тоже сумасшедший. Мы очень быстро упадем вниз, и нам будет тяжело подниматься. У нас будет очень много проблем, если этот режим будет продолжать дальше оставаться у власти. 6 июля наши граждане выходят с требованием бесплатного образования, с требованием поднять заработную плату полицейским. Я думаю, что у полицейских есть шанс изменить свою жизнь, изменить жизнь страны, и это войдет в историю не только нашей страны, но и историю мира, как пример, когда коррумпирная власть падает за один день, потому что полиция не поддержала этого сумасшедшего шала. У вас есть шанс сделать свой выбор 6 июля, когда наши граждане войдут, выйдут на митинги по всей стране. Я хочу вам напомнить, что в нашей программе, заявленной буквально несколько дней назад, звучит, что демократический выбор Казахстана, правительство демократический выбор Казахстана спишет все потребительские займы, которые есть у населения. Средняя сумма приблизительно 500 тысяч тенген на каждого человека. И таких заемщиков в стране 8,5 миллионов. Я уверен, что среди этих 8,5 миллионов находитесь и вы полицейские. Также мы списываем ипотечные займы на жилье до 30 миллионов тенге. Я уверен, что и среди этих людей есть или вы, или ваши родственники, или члены вашей семьи и мы это можем сделать, потому что цена вопроса всего лишь порядка 12-13 миллиардов долларов. И такие ресурсы, вы знаете, в стране есть. Каждый год шал вливает вот такими мошенническими действиями в свои банки минимум 10 миллиардов долларов, они безвозмездно пропадают в схемах преступных шалах. таким образом. Поэтому мы имеем возможность, когда мне говорят, что а где мы возьмем деньги, это популизм, я говорю, что эти деньги есть, они были вчера, они есть сейчас, и мы восстанавливаем социальную справедливость, часть украденных средств, но султан назарбавим в его окружении, мы возвращаем народу, избавляем от кабалы 8,5 миллионов человек, и среди этих 80,5 миллионов человек есть вы полицейский. Поэтому я призываю вас 6 июля занят конкретную позицию, поддержать народ. Теперь я еще раз хотел бы уже несколько слов сказать нашим сторонникам. Мы уже завтра объявим места, где будут проходить митинги, день празднования Астаны. Эти митинги будут проходить по всей стране. Вы знаете, что празднование будет проводиться на основных центральных площадях, городах, и эти места будут открыты для празднования. Полиция не будет уже, как в прошлый раз, 23 июня, перекрывать площади и препятствовать проведению нашего митинга. Мы просто придем, так же, как все остальные граждане, в этом место, и начнем разворачивать наши плакаты, мы начнем озвучивать наши требования, и полиция нам не сможет помешать. Даже если среди вас найдутся те, которые будут выполнять этот преступный приказ США, чтобы задерживать любого, а вы знаете, уже международное и любые другие договора и внутренние законы, действуя таким образом, задерживая людей, за право выразить свой протест, право выйти на митинги. Это право заложено в Конституции Казахстана, это право есть в наших законах, это право есть международных договорах, подписанных Казахстаном, лично, но султаном Назарбаевым. Ко мне обращаются и пишут и говорят, что вот с них берут подписку, в котором они требуют от граждан, чтобы они не приходили на митинги. Право выходить на митинг, это безусловное право, которое существует в нашем законодательстве. И когда полицейские или прокуроры требуют, чтобы вы подписали эту главу, они уже заведомо нарушают законы страны, и вы можете подать на них иски, жалобы в судебную систему, и оказывать на них давление, требуя, чтобы они были наказаны, как прокуроры, так и полицейские. Конечно, вы скажете, что наши судьи, они работают на режим, это правда, но тем не менее, есть норма закона, и я думаю, что очень сложно будет судьям отказывать в этих исках, потому что право на митинг четко зафиксировано в наших законах, в Конституции и в других международных договорах. Поэтому я обращаюсь к нашим сторонникам не бояться, сколько можно бояться, сколько можно терпеть. Полиция сильна только потому, что сейчас на эти акции выходят сотни, когда будут выходить тысячи, полиция будет с народом. Пример Армении есть, пример Грузии есть, когда просто мирными митинги произошла смена власти. Итак, 6 июля мы выходим на митинги за бесплатное образование, с требованием поднять заработную плату полицейским, с требованием списать ипотечные займы и потребительские кредиты и 8,5 миллионов человек, которые имеют такие кредиты, у вас есть шанс быть услышанными 6 июля на площадях нашей страны. Я на этом свой эфир завершаю. Слава Богу Муздар! До встречи завтра! Настя! Муздария